Добрый день, друзья! Потом мы пройдем все этапы создания и отправки рассылки, то есть мы добавим контакты, разобьем их на сегменты, приготовим дизайн рассылки, настроим ее, отправим, посмотрим отчет в аналитике рассылок. После этого разберем веб-формы, опросы и целевые страницы. Мы находимся на главной странице личного кабинета GetResponse. Если вдруг вы залогинились и у вас интерфейс на английском языке, язык всегда можно сменить. Прокручиваем экран вниз, выберите язык, если английская версия, то будет Choose Language, и выбираем русский. Все очень просто. Итак, к настройкам учетной записи. Настройки учетной записи находятся в силуэте «Сведения об учетной записи». Здесь мы видим информацию, которую мы указали при регистрации. Имя, фамилия, электронный адрес, мобильный телефон, компания, адрес, часовой пояс. Обратите внимание, что часовой пояс влияет на время отправки запланированной рассылки. То есть, если у вас стоит Российская Федерация, GMT плюс 11, это Анадырь, Чукотка, то все запланированные рассылки будут уходить именно по чукотскому времени. Если вы ориентируетесь на центр, то ставьте плюс 4 Москву. Далее, по адресам отправителя. Адрес отправителя используется как для отображения отправителя в письме получателя, то есть мы увидим, что письмо ушло от GetResponse, sales, собачка, getresponse.ru, так и адрес для ответа. То есть, у вас крупный интернет-магазин, проект.ru, и вы отправляете рассылки с общего адреса, news, собачка, проект.ru. Если вы хотите получать ответы подписчиков и автоотбивки, то наверняка общий адрес news, собачка, проект.ru вы захламлять не хотите, вы можете добавить ваш адрес, там, Алексей Дробышев, alex, собака, проект.ru, использовать его в качестве адреса reply to, адреса для ответа. Как это добавить, я расскажу чуть позже. Чтобы добавить новый адрес, мы забиваем имя, адрес электронной почты, жмем «Добавить» на указанный email-адрес, придет запрос на подтверждение адреса. После перехода по ссылке адрес отобразится здесь, и мы сможем его использовать. В моих счетах мы можем увидеть информацию о текущем тарифном плане и повысить тариф. По дополнениям, основное дополнение до конструктора целевых страниц, он идет как дополнительная опция. В бесплатной версии доступна одна страница с ограничением посетителей тысячи в месяц. За полнофункциональный конструктор целевых страниц нужно доплачивать 15 долларов в месяц. По интеграциям. Мы поддерживаем множество пока западных CRM. Самая важная интеграция – один издрикс на подходе. Нам ее делают где-то месяц, осталось, может быть, полтора. Пока расскажу о том, что может быть важно. То же самое с социальными сетями ВКонтакте, одноклассники на подходе, но это дело квартала. Фейсбук и Твиттер. При подключении учетной записи Фейсбук мы сможем автоматически размещать ссылку на веб-версию письма на нашем профиле, на личном профиле и на всех страницах, в которых мы являемся администратором. Как это сделать и как это выглядит, покажу чуть позже. Далее. Наверное, западные CRM-ки и CMS-ки я пропущу. Очень важный момент. Интеграция с Google Analytics, так же, как и с Яндекс.Метрикой. GetResponse позволяет автоматически присваивать UTM-метки всем ссылкам в ваших письмах. То есть мы можем указать, что конкретно вносить в UTM-метке и сможем осленить эффективность рассылок. Тем более, если, скажем, в Яндекс.Метрике настроены цели. Пройдемся по меткам. Источник компании. Это UTM-source. Канал компании. UTM-medium. Ключевые слова. UTM-term. Содержание компании. UTM-content. Название компании. UTM-campaign. В каждой из этих меток мы можем выбрать, что конкретно туда записывать. Источник компании. Имя компании. Или тема письма. Также мы можем вбить уже привычные нам. Любые. Все очень просто. То же самое и с другими метками. Думаю, здесь все понятно. По API у нас есть ресурс, как я уже упомянул. Пока на английском, но для программистов это не имеет никакого значения. Можно интегрироваться с любой системой. Это потребует немного программирования и минимального бюджета. Далее. ProBageGetResponse. В пробной версии он стоит по умолчанию. Убрать его нельзя. В Pro-версии, платной версии можно убрать. Как здесь написано, если по этой кнопке перейдет ваш друг или подписчик и зарегистрируется, каждый из вас, и вы, и оплативший учетную запись, получит по 30 долларов на свой счет. Студия Multimedia. Благодаря нашему партнерству с фотостоком iStock, мы предоставляем всем нашим клиентам тысячу бесплатных изображений, разбитых по категориям. Это экономит уйму времени, если вы используете стоковое изображение. Кроме того, каждый клиент получает 1 гигабайт файлового пространства для хранения своих данных. В основном это фото и графика, но также вы можете разместить видео, аудио, документы и сгенерировать QR-коды. По изображениям вы можете загрузить файл из компьютера. Можно сразу загрузить несколько. Также вы можете добавить файлы напрямую с адреса URL, например, со своего сайта, чтобы не перебивать ссылки. Это экономит время, это удобно. Кроме того, если вы загрузили изображение на сервер, вы можете использовать их и в других местах тоже. Вот как будет выглядеть ссылка, будет отображаться где угодно. Очень удобно и полезно. Думаю, здесь тоже все понятно. Для удобства можно добавлять папки под конкретные ссылки. Так, здесь мы закончили. Естественно, можно сменить пароль на учетную запись. Коллеги, в любой момент, если у вас есть вопрос, задавайте его в чат. Богдан с удовольствием вам ответит. Он профессионал. Так, теперь переходим к компаниям. Компания в email-маркетинге – это отдельный проект. Список компаний вы можете, нажав на название текущей компании. Как видите, в моем аккаунте их довольно много. Что же такое компания? Компания – это сущность, включающая в себя контакты, рассылки, автоответчики, веб-формы, опросы. Компания может быть использована, например, две компании. Одна для потенциальных клиентов, одна для текущих. Или, если у вас есть три проекта, будут три отдельных компаний. Чтобы создать компанию, нажимаем на название компании «Создать компанию». Вводим название компании. Пока только прописными латинскими буквами, цифрами, символами, нижнее подчеркивание. Важный момент. При отписке подписчик видит все компании, на которые он подписан. Поэтому я рекомендую давать название компаниям, осмысленные названия, чтобы не было публицией. Перейдем к настройкам компании. Для этого переходим к нашей шестеренке. Имя компании. Имя компании можно изменить. Изменить название нельзя только у компании по умолчанию. Чтобы изменить название компании по умолчанию, нужно назначить другую компанию компании по умолчанию. Язык компании. Отвечает за страницу отписки изменения данных и за язык на странице веб-версии письма. Электронный адрес для рассылки. Приятный функционал вида названия вашей компании на getresponse.net. Что это значит? Если любой человек отправит пусть даже пустое письмо на этот адрес, он автоматически станет подписчиком этой компании. Удобно использовать в подписи письма. Все письма мы можем ссылать на один из адресов отправителя зарегистрированных в системе. Уведомление здесь все очень просто. При подписке через веб-форму, электронную почту или опрос мы получаем уведомление на один из зарегистрированных адресов или на несколько. Почтовый адрес можем включать в подпись письма или не включать. Как видим, это требование законодательства США и Канады. Профиль. Профиль – это веб-архив ваших рассылок. Выглядит он следующим образом. Возможно, вам это пригодится, если вы хотите ввести блог отдельно от сайта. Тут же можно всегда подписаться. По страницам подтверждения отказа от подписки разберемся чуть позже. Самый важный момент тренинга – это подтверждение подписки. Существует два типа подтверждения подписки. Сингл оптин – одиночное подтверждение. И дабл оптин – двойное подтверждение. В чем разница? Расскажу на примере. Сингл оптин – одиночное подтверждение. У нас есть интернет-магазин. Мы продаем бытовую технику. Клиент оформил заказ на сайте, не снял галочку с пункта «Я хочу получать новости и спецпредложения от e-magazin.ru» и отправил заказ. После этого мы сразу начинаем отправлять ему рассылки. Это чревато тем, что у вас будет в базе много невалидных адресов. Кроме того, есть методы неконкурентной борьбы. И конкурент может купить робота за 1000 рублей, который будет постоянно отправлять заявки с плохими адресами. Это чревато попаданием в спам и блокировкой сайта и IP-адреса отправки. Мы с такими ситуациями боремся очень грубо. У нас нулевая толерантность в области спама. Если количество жалоб на спам будет выше 0,2%, скорее всего, ваш аккаунт заблокирует. Дабл оптин. Клиент точно так же отправил заказ с вашего сайта, не снял галочку с «Я хочу получать новости и спецпредложения от e-magazin.ru». После этого мы отправляем потенциальному подписчику письмо с запросом на подтверждение подписки. После перехода по этой ссылке мы активизируем подписчика и начинаем отправлять ему письма. Это лучший способ сохранить чистоту базы, повысить эффективность e-mail маркетинга и не попадать в спам. И не получать жалобы на спам. Мы можем включить и отключить подписку с подтверждением. Для отключения подписки по API нужно отправить запрос через форму обратной связи из личного кабинета. Для подтверждения мы можем выбрать поле отправителя. Также мы можем указать адрес для получения автоотбивок и осмысленных ответов наших подписчиков потенциальных. Можем выбрать тему и задать собственную. Также мы можем выбрать письмо. Как видим, есть ряд готовых шаблонов, в котором описывается действие. Также в указанные поля мы можем указать свой контент. Все очень просто. По странице подтверждения мы можем отправить наших потенциальных на простую страницу от GetResponse. Но лучше обещать плюшки за подписку и отправлять на URL, на котором и описывается, как эту плюшку забрать. Думаю, здесь тоже все понятно. Перейдем к правилам автоматизации. Да, мы можем смотреть компанию списком и как раз здесь мы можем выбрать компанию по умолчанию. По автоматизации. У нас есть ряд удобных правил автоматизации для автоматизации мейл-маркетинга. Удаление при продаже. Как видим, их два. Удаление из компании. Удаление из учетной записи. Продажа – это переход на конкретный адрес URL. Как настроить отслеживание целей продажи, я расскажу чуть позже. Что это значит? При достижении цели подписчик будет удален из компании, удален из учетной записи, перемещен из исходной компании в целевую. Выбираем правило для данной компании. Все работает автоматически. Удаление при подписке. Как я сказал, у нас могут быть две компании. Для потенциальных клиентов и для текущих клиентов. Как только система понимает, что клиент был подписан на вторую компанию, он удаляется из первой. Попал в компанию для текущих клиентов. Мы импортировали файл актуальных клиентов. Автоматически удалим его из компании для потенциальных клиентов. Зачем ему пресейлить, если можно обсейлить, верно? Предзагрузка при изменении. Очень интересное правило. Куда реже применимое, чем выше приведенное. У нас есть две компании. Одна для текущих, одна для потенциальных. И в обеих есть серия писем. Автоматизированная welcome серия. Как настроить которую, я расскажу чуть позже. И в каждой из этих серий семь писем. Три идентичных первые. Мы решили внести изменения в эти три письма. Если мы активизируем это правило, при изменении писем в компании А, они автоматически изменятся в компании Б. Очень удобно, экономит время и исключает ошибки. Думаю, здесь все понятно. Продолжаем. Переходим к нашей основной задаче. Это добавление подписчиков, сегментация базы и отправка рассылки. Как добавить контакты? Базово есть три способа. Мы можем добавить контакты по одному. Выбираем компанию. Вводим имя, адрес электронной почты. Видим поля и некую информацию присвоит настраиваемое поле. Давайте рассмотрим настраиваемые поля подробнее. Контакты. Настраиваемые поля. Настраиваемые поля базово – это название столбцов в файле Excel. Чем больше информации мы знаем о нашем подъекте, тем более эффективно мы сможем его таргетировать, и тем выше будет эффективность имейл-маркетинга. Добавим настраиваемое поле. Есть три типа полей основных. Текст. Имя настраиваемого поля. Также можно увидеть при изменении данных или отписке, например, статус клиента. Текст. Может быть, order. Может быть, paid. Или оплата. Как я сказал, при отписке или изменении данных по умолчанию подписчик видит всю информацию о нем, которая у нас есть в системе. Но зачем подписчику видеть техническую информацию, например, дата последнего заказа? Если мы не хотим, чтобы при отписке или изменении данных клиент видел информацию, мы ставим галочку «Скрыть настраиваемое». Тогда он его не увидит. Итак, текст. Мы можем ввести любое значение. Я введу абракадабру. Число. Здесь мы можем ввести только число. Меня часто спрашивают, а зачем мне тип число, если есть текст? Объясню. С типом настраиваемое поле число мы можем сегментировать базу по таким условиям, как больше, меньше, больше и равно, меньше или равно. И дата. Подписчикам приятно получать поздравления с днем рождения, поэтому стоит использовать эту информацию. Или дату регистрации поздравлять с юбилеем регистрации на нашем сайте. К сожалению, дата в GetResponse пока воспринимается только в таком формате. Год, 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 дефис, месяц, дефис, день, день. Я рекомендую перед началом работы добавить все возможные настраиваемые поля, чтобы не заниматься этим на этапе импорта, не отвлекаться. Как видите, у меня здесь очень много полей. Самые различные. Это удобно. По настраиваемым полям разобрались. По добавлению контактов. Итак, мы можем добавить контакты по одному. Присвоить настраиваемые поля. Много настраиваемых полей. Добавить в цикл автоответчиков. И, конечно, поставить галочку, что у нас есть разрешение на добавление. Потому что в GetResponse нельзя работать с покупными базами, с ворованными, арендованными. Это приведет к полному бану. Второй способ добавления контактов – это импорт. Самый распространенный. Мы можем скопировать адреса и вставить их. Можем скопировать из служб. Как я сказал, жду не дождусь один из Bittrex. И мы можем загрузить файл. Кроме того, мы можем настроить передачу контактов по API. В переписке есть адрес сайта api.docs.getresponse.com. Для любого веб-программиста не составит труда синхронизировать ваш сайт и GetResponse. Перейдем к импорту файла. GetResponse поддерживает практически все известные файлы таблицы текста. В том числе OpenDocument. Выберем мой тестовый файл. Здесь простая экселька. Импортировать контакты. На этапе предпросмотра мы увидели то, что в моем файле наверняка было 5 столбцов. Адрес электронной почты определился автоматически. Алекс наверняка имя. Алекс Дробышев, пусть будет фамилией. Как видим, эти цифры не подходят под преднастроенные поля. Это явно ни адрес, ни страна, ни мобильный телефон. Но мы уже создавали настраиваемые поля. Они доступны здесь. Пусть это будет возраст. Это техническая информация, которая нам не пригодится в GetResponse. Это мы можем в ней импортировать. До начала тренинга был вопрос, как заранее определить в системе оплативших клиентов. Для этого мы можем добавить всем подписчикам из первого файла... Тут у меня один подписчик. Если у вас больше одного подписчика, они будут перечислены здесь. Итак, мы можем присвоить настраиваемое поле с определенным значением всем подписчикам из данного файла. Например, статус оплата. Или для удобства дата импорта 0714. Добавляем отобразятся. Кроме того, различные системы по-разному выдают файлы на экспорт. Если разделитель контактов не запятая, а, например, пробел, или разделитель текста кавычки, вот видите, как у меня сразу случилось, или разделитель текста, например, кавычки, то мы смело это здесь вручную ничего делать и убирать не надо будет. Переходим на следующий шаг. Достал по времени. Двадцать минут. Выбираем компанию, куда импортировать подписчиков. Можем добавить в цикл. Можем принудительно отправить запрос на подтверждение, если не активировано в рынках компании. И выбрать импорт. По умолчанию добавляются все новые контакты и обновляется информация в настраиваемых полях контактов, которые уже есть в нашей базе данных. То есть, если у вас был клиент в статусе потенциальный клиент, а в вашем обновленном Excel файле стоит статус, что он уже оплачен, оплатил услугу или товар, он автоматически обновится в системе и не будет получать письма для потенциальных клиентов. Только обновление, новые контакты импортируются, обновляется информация о настраиваемых полях контактов, уже имеющихся в нашей базе данных. И добавлять только новые, добавляются только новые контакты. Контакты, имеющиеся в нашей базе данных, игнорируются. Выберем вариант по умолчанию. Выберем компанию, в которой наверняка ее нет. Завершаем импорт. Импортировал один контакт. По импорту в базовой версии GetResponse все списки проверяются. В среднем проверка базы занимает от 5 до 7 рабочих часов. Если крупный файл порядка, скажем, от 10 тысяч адресов, может занять до двух суток, пожалуйста, учтите это. У нас есть профессиональная версия GetResp360. Она актуальна для бизнеса с базой данных от 50 подписчиков. Мы отталкиваемся от 100 тысяч подачек минимум. Там проверки нет. Там выделен IP-адрес, и вы полностью отвечаете за свою репутацию. Поэтому проверки нет. Если интересно, Богдан вам расскажет подробно. Итак, мы импортировали контакты. Наша следующая задача – разбить их на сегменты. «Контакты», «Искать контакты», «Контактов» в вашей учетной записи. Здесь мы видим панель сегментации. Общее количество подписчиков и странное число «Неактивные». Что же такое «Неактивные подписчики»? «Неактивные подписчики» – это «Не подтвердившие подписку». Это «Баунсы», то есть ошибки доставки. И «Удаленные контакты» и «Отписавшиеся». Посмотреть их мы можем здесь. Верхний правый угол выбираем место подписано «Не доставлены», то есть это ошибки доставки. Например, видите, странные роботы писали. А цифры «Терби Виэм». Явно это не наш клиент, и он не получит. Такая же, что у нас товар, такие адреса нам не нужны, не портят нам репутацию. Они удаляются автоматически. «Не подтверждены» и «Удалены». Здесь мы видим, что удалили вручную. Здесь мы видим, что есть правила автоматизации при переходе в другую компанию. И «Отписки». Видим даже причину отписки. Сейчас посмотрим. Видите? Материал, который я получил, не был актуален для меня. Я вообще получаю слишком много писем. Думаю, с этим понятно. Мы можем разбить контакты из определенных компаний. Здесь будут все. Цикл автоответчика получает письма автоответчике подписчик или нет. По дате подписки. Мы можем выбрать определенные временные промежутки или указать свой диапазон дат. Теперь переходим к сегментации по условиям. Как видите, здесь мы можем выбрать два варианта. Любому из следующих условий и всем условиям. То есть, если мы добавим три условия и выберем любому, будут отображены все подписчики, которые соответствуют хотя бы одному условию. Всему только подписчики, соответствующие всем трем условиям. По каким условиям мы можем сегментировать нашу базу. Имя, электронная почта. Самые простые. Настраиваемое поле. Как раз таки статус оплата, например. Все настраиваемые поля здесь будут доступны. Также мы можем сегментировать графическому положению. Система GetResponse автоматически определяет местоположение подписчика по Айп. Как при подписке через веб-форму на вашем сайте, так и при открытии письма. Например, выберем город. Здесь только на латинице работает. Самара. Видим, что 209 подписчиков из Самары. Мы всегда можем посмотреть профиль нашего подписчика. Самара. Электронная почта. И поведение. Какие письма были открыты, где были клики. Видим, что Игорь, простите за нарушение конференциальности, открывал нашу обучающую серию. В июле. Также по стране, по регионам. Все очень просто. Теперь мы можем сегментировать базу по поведенческим характеристикам. Это сообщение открыто. Сообщение открыто. Было письмо отправлено, не было отправлено. Был переход по ссылке, не было переход по ссылке. Дата последнего открытия, дата последнего клика. Я рекомендую чистить вашу базу. Если клиент не перешел по письму в течение полугода, попробуйте сделать серию реактивации. Дать какую-то плюшку. Алексей, вы давно не открывали наши письма. В чем причина? И оставить этого подписчика в покое. Пользы, скорее всего, от него не будет. Теперь мы можем сегментировать базу по целям. Цели настраиваются в панели отчеты. Расскажу чуть позже, как настроить. Давайте попробуем создать сегмент. Пусть это будет подписчик из Владивостока. И электронная почта. Здесь мы видим в выпадающем меню множество вариантов. Содержит mail.ru. В соответствии всему. Посмотрим. Я не уверен за результат, коллеги. 67 человек из Владивостока с mail.ru. В адресе электронной почты наша система обнаружила. Наши дальнейшие возможности действия. Нажав галочку сверху, мы можем удалить контакты из учетной записи и из компании. Можем отправить всем письмо. Можем присвоить общее настраиваемое поле. Можем скопировать в компанию. Контакт останется как в исходной компании, как в целевой. И перенести в компанию. Контакт будет удален в исходной компании, окажется только в целевой. Также наши возможные действия. Это сохранить как сегмент. Давайте попробуем. Называем сегмент. Коллеги, важный момент. В панели сегментации за один сеанс мы можем сохранить только один сегмент. То есть, если я сейчас сохраню еще раз сегмент, как тренинг 0.7.10.14, сохранится только последняя версия. Если вы за один подход к GetResponse хотите разбить базу на 10 сегментов, каждый раз нужно обновлять панель сегментации, к сожалению. Сейчас мы добавим более простые условия. Итак, мы можем сохранить как сегмент. И здесь появляются дополнительные возможности экспорта. Мы можем экспортировать файл, экспортировать базу в три типа файла в XML, Excel, SLS. Будет выгружена вся информация о подписчике. Не только настраиваемые поля, которые мы задали, но также географическое положение, IP-адрес и техническая информация. Дата подписки, тип подписки. Очень полезно. Думаю, здесь понятно. Давайте посмотрим, как сохранился наш сегмент. Наши сохраненные выборки доступны в «Контакты. Искать контакты. Сохраненные выборки». Как видим, тренинг 0.7.10 не сохранился. Сохранился только последний. Географическое положение. Город Владивосток. Электронная почта содержит мэру. Все верно. Все контакты в системе GetResponse динамические. То есть, если появляется новый подписчик, который соответствует условиям нашей выборки, то он автоматически отобразится в нашем сегменте. Если контакт более не соответствует условиям выборки, он автоматически будет удален. В GetResponse очень просто и удобно работать. Здесь мы можем найти конкретный контакт, например. Теперь. Списки исключений и ену списка. Списки исключений. Вы перешли к нам с другого сервиса, и наверняка у вас есть база неактивных или отписавшихся подписчиков. Мы можем импортировать этот файл или ввести контакты методом Ctrl-C, Ctrl-V. Кроме того, мы можем ввести весь домен. Если мы хотим, чтобы наши конкуренты не получали наши рассылки, вводим полностью домен, например. И ни один подписчик из данного почтового домена не получит от нас письмо. Надеюсь, шутка оценили. Также можем загрузить файл. Как его использовать, я расскажу на этапе выбора подписчиков в отправке рассылки. Кроме того, есть пункт региена списка. Здесь мы можем отписать такты от одной или нескольких компаний. Заметьте, если подписчик отписан, никто не мешает подписаться ему заново. То есть, если клиент пожаловался на то, что он получает от вас очень много писем, лучший путь – это его отписать. Если мы отписали его вручную, но в импортируемом файле он окажется, он снова отобразится в нашей компании. Таких клиентов нужно заносить в черный список. В черном списке мы можем выбрать как черный список определенной компании, так и черный список учетной записи. Вводим адреса. Эти подписчики никогда не получат от нас письма. Удалим. Мой адрес спамовый, потому что... Так, здесь я от всех удалил. Так, ну пусть будет сейлз. Так, подписчики никогда не получат от нас письма. Думаю, здесь все понятно. Мы добавили контакты, разбили их на сегменты. Давайте перейдем к рассылкам. Есть два типа рассылок. Простая рассылка – это маркетинговое или информационное письмо, отправляемое в зависимости от специальных событий или с определенной регулярностью. И ответы письма отправляемые автоматически в зависимости от момента... От времени, прошедшего с момента подписки, так и письма, отправляемые в зависимости от действий подписчика. С самого начала расскажу про простые рассылки. Рассылки – создать рассылку. Если нам наш дизайнер-эливерстальщик дает кусок HTML-кода, мы можем сразу перейти в редактор кода. Но так мы не гарантируем адаптивность, то есть отображение на мобильной устройстве. Поэтому я рекомендую пользоваться нашим конструктором, благодаря которому наш сервис так любит. Имя сообщения – это техническое название письма, которое используется для идентификации данной рассылки в системе. Также мы можем, как я уже отметил, в Google Analytics Яндекс.Метрике видеть эффективность писем, в том числе по имени сообщения. Вводим название письма, вебинар 0710. Тему письма уже видят наши подписчики. Здесь мы можем вставить символ. Раньше это было максимально эффективно, сейчас это иногда эффективно. Но у нас всегда есть сплит-тестирование для определения эффективности, верно? Ставим веселую рожицу. Тут же мы можем персонализировать нашу рассылку. Мы можем выбрать фио, первое имя, фамилию и все наши настраиваемые поля. Здесь я выберу имя. Добро пожаловать в GetResponse. Адрес отправителя. Здесь мы можем выбрать адреса и имена отправителей, уже зарегистрированные в нашей системе. Также и добавить новые. Мы можем изменить адрес ReplyTo. Например, раньше я отправлял письмо с SalesGetResponse.ru, которым подключен наш отдел продаж, и мои коллеги негодовали по поводу автоотбивок и спама. Чтобы такого не было, но мы использовали адрес SalesGetResponse.ru, можно использовать другой адрес ReplyTo. Например, Welcome, наш общий, на который вы всегда можете прислать свой вопрос. Мы поможем. Как это работает, я покажу. Теперь мы можем отслеживать открытия и переходы по ссылке. Расскажу подробнее, как в email-маркетинге отслеживаются открытия писем. В шаблон письма встраивается картинка размером 1 пиксель цвета фона. Если картинка была отображена, мы фиксируем открытие. То есть к вашему open rate всегда можно смело добавлять от 3 до 10%. Зависит от вашей аудитории. Например, в B2B-сегменте большинство работников трудятся, например, в Outlook, в котором по умолчанию изображения заблокированы. Если заблокированы изображения, естественно, изображение размером 1 пиксель отображено не будет. Соответственно, открытие зафиксировано не будет. То же самое, если мы открываем письмо на простом телефоне через WAP-браузер. Как фиксируются переходы по ссылке? Переходы по ссылке фиксируются через наши динамические ссылки, то есть вида appgetresponse.com, клик и уникальный идентификатор. Это я покажу чуть позже. Также мы можем включить интеграцию Google Analytics и Яндекс.Метрика, о которой я рассказал ранее. Теперь мы можем выбрать «Опубликовать и поделиться» на Facebook. Позвольте показать вам, как это выглядит. Вот как выглядит функция «Опубликовать и поделиться». Здесь мы указываем текст для нашего паса, тема письма и ссылка на web-версию. Все очень просто. Отображается главное изображение. Сплит-тестирование. Я включу его, чтобы рассказать вам о логике и механике процесса. Переходим на следующий шаг. Здесь мы выбираем шаблон. У нас есть множество вариантов. Мы можем использовать один из готовых шаблонов. Их более 350. К сожалению, так как у нас сервис «Запад», дизайнеры западные, если мы видим, что текст встроен в картинку, скорее всего, изменить мы его не сможем. Поэтому я использую шаблон, чуть позже, в котором видно, что весь текст мы сможем редактировать, кроме кнопки и изображения. Шаблон разбитый по категориям. Все очень удобно. Мы можем создать новый шаблон с нуля в разных форматах. Можем импортировать шаблон. Вставить код HTML. Можем импортировать zip-файл, если таким образом ваши дизайнеры присылают. Zip-файл с HTML-файлом и картинками с относительными ссылками автоматически отобразится в системе. Все картинки будут перенесены на наш сервер. Также мы можем импортировать URL-адрес шаблона. Если шаблон разместили на FTP-сервере, копируем сюда адрес, шаблон подгружается. Также мы можем выбрать один из наших сохраненных шаблонов. И мы можем заказать шаблон. Мы предоставляем такую услугу. Это делают наши коллеги из главного офиса. Данная услуга стоит 500 евро. Давайте выберем готовый шаблон и приступим к редактированию. Активно. Спасибо, что присоединились. Итак, у нас есть ряд блоков. Это прихедер, текст, изображение, изображение, текст, текст, изображение, линия, кнопка. Кроме того, есть кнопки социальных сетей. Пока у нас не готова интеграция с ВКонтакте и Одноклассниками, я рекомендую просто добавить в Multimedia Studio изображение иконки в ВКонтакте и Одноклассники и давать на нее ссылку. Есть интеграция с PayPal, очень полезная в наших реалиях, хотя PayPal у нас сейчас развивается. И сниппеты. К сниппетам вернемся чуть позже. Итак, разберемся с базовыми блоками. Нам доступно 8 шрифтов, которые корректно отображаются на всех языках, во всех почтовых сервисах и программах. Мы можем изменить размер шрифта. Изменить шрифт, текст шрифта. Изменить межсрочный отступ, для того, чтобы все было красиво. Сделать текст жирным, курсивом, подчеркнутым, перечеркнутым. Можем изменить расположение текста. Можем сделать наш текст маркированным списком, нумерованным списком. Любую из частей текста можем сделать ссылкой. И дать альт-текст. В любой из частей текстового контента мы можем вставить персонализацию. Я введу имя и здесь я вставлю свой имейл. Также у нас доступны спецсилы. Здесь разнообразие не такое большое, как в теме письма, из-за технических ограничений. Теперь по самому блоку мы можем выбрать фон блока. Можем выбрать изображение в качестве фона. Одно из встроенных изображений или загруженных. Здесь же, в мультимедиа студии, мы можем загрузить изображение с урла или с компьютера. GIF файлы отображаются не во всех почтовых клиентах. Прошу это учесть. Наш монстр плачет, если что-то пошло не так. Далее, мы можем дать отступ от блока, задать границу. Полный простор для творчества. Теперь, важный момент по встроенным ссылкам. Как здесь стоит ссылка на просмотр веб-версии письма. Данные ссылки доступны в персонализации предопределенной поля сообщения. Forward – это переслать другу. Remove – страница отписки изменения данных. View this message – просмотр письма. Например, если мы хотим еще раз разместить ссылку на просмотр веб-версии письма, отправим ее на слово free. Вставляем ссылку сюда. Естественно, текст по-русски можно вводить в любом месте. Теперь, по возможностям блока. Мы можем продублировать блок, нажав плюсик в правой стороне блока. Можем изменить ширину блока. Можем продублировать блок по вертикали. И можем сохранить блок как сниппет. Если мы используем один блок регулярно, вот этот, например, чтобы не делать его каждый раз, мы можем нажать на волшебную кнопочку. И данный блок появится в наших сниппетах. Мои сниппеты. Добавим. Вот наш блок. Все очень удобно и просто. Также мы видим вкладку «История». Здесь хранится 20 версий нашего письма. Но мы можем перед тем, как вернуться, посмотреть, что конкретно мы изменили. Вот наша первая версия. Вернемся к версии без продублированных блоков. Все очень просто и удобно, не правда ли? Теперь. Был вопрос о том, как передать шаблон коллеге, если она работает в нашей же системе. Для этого нам нужно открыть HTML-редактор. Здесь же мы можем изменить верстку. Но относитесь к этому с опасением. Наша система очень щепетильна и требовательна. Если вы где-то внесете изменения, которые не поддерживаются нашим конструктором, могут возникнуть проблемы. Система выдаст синтаксическую ошибку. Итак, мы копируем код. И можем использовать его в HTML-редакторе. Проверим. Вот как выглядит HTML-письмо. Все очень просто. Скрываем HTML-редактор. Проверим отображение нашего письма на мобильную устройство. Видим, что здесь у нас был текст слева, картинка справа. Так как мы изменили размер, отображение немного сбилось. Сейчас откорректируем. Так, теперь у нас даже не вообще уехали. Вот. Теперь все хорошо. Видим, что текст слева, картинка справа. На мобильном устройстве текст сверху, картинка снизу. Посмотрим возможности редактирования изображений. Мы можем выбрать любое изображение. Можем изменить размеры внутри блока. Можем изменить размер блока изображения по вертикали, по горизонтали. Можем вставить рамки, границы или скруглить углы. Можем изменить расположение картинки. Ну, здесь в центре. Иконка с двумя палками и двумя стрелками указывает ширину изображения в 100%. Если мы уберем, то изображение будет адаптироваться под мобильный экран. Кроме того, мы можем задать фон данному блоку, также картинкой или цветом. Можем дать ссылку с этой странички, с этой картинки. И также у нас в конструкторе целевых страниц, новой версии, внедрили Photoshop, который поверит меня восторг, коллеги. И теперь он есть и в конструкторе рассылок. Для этого нажимаем на кисточку с карандашом. Здесь у нас есть ряд фильтров, наклейки, куда более продвинутый, чем Paint, поэтому я называю его Photoshop. Можем обрезать изображение, повернуть, расширить во всю длину, нарисовать что угодно. И добавить текст. Кто занимается программированием и редактированием текста в графических редакторах, уверен, разделит мое мнение. Добавляем текст. Теперь, чтобы изменить размер и перенести на мнение, изменять размеры, угол, drag-and-drop редактором. Сделать это на Яве было просто чудом, я думаю. Сохраняем изображение. Также мы можем изменить насыщенность и все возможные графические параметры. Изначально был экран. Сохраняем. Действительно есть идея. Теперь мы также, извините, забыл, мы можем изменить ширину письма, рекомендуемая ширина письма шиселей, изменить фон фона письма, использовать изображение в качестве фона, отступы, рамки, скругление углов, расположение письма. И фон контента письма или изображение. Наше письмо готово. Нет, простите, наше письмо не готово. Видим сообщение в формате обычный текст. Раньше это было по желанию. Забота о тех, у кого не поддерживается просмотр HTML. В связи с ужесточением политики Mail.ru и Яндекса, в основном, сообщение в формате обычный текст очень хорошо влияет на доставляемость. Нам не очень сложно нажать сообщение в формате обычный текст, HTML в обычный текст, переносить длинные строки. Здесь будет доступен только текст. И ссылки все равно будут. Их придется копировать нашим подписчикам. Также мы можем вложить документ. Не более 400 килобайт. Теперь наше письмо готово. Мы можем сохранить его как черновик для использования в будущем и сохранить как шаблон. Он будет доступен в моих шаблонах, на этапе выбора шаблонов. Теперь нам нужно протестировать письмо. Нажмем предпросмотр. Здесь система попросит нас подождать 2 минуты. Так как, в отличие от конкурентов, мы действительно отправляем письма на наши тестовые адреса. Но все равно, так как у нас пока не поддерживается здесь Mail и Яндекс, это очень сложно оказалось. Я рекомендую регистрировать адреса на Mail.ru, Яндексе, Gmail и подвязать одну из учетов к Outlook 2003 или 2007. Отправим пробное письмо. Мы спамовую почту. Как быстро пришло пробное письмо. Вот, видим наше письмо. Видите, все отобразилось. Ссылки, отказы от рассылки или изменения контактной информации всегда стоят по Mail.ru. Сейчас они все тестуют. Экспериментировать не будем. Помните, я указал другой адрес reply to welcome? Адрес отправителя sales при нажатии на ответ автоматически подгрузилось в welcome. То есть подписчик даже не в курсе, что отвечает на другой адрес, если он не очень внимательный. По предпросмотру, я думаю, все будет понятно. Вот как выглядит мобильных устройств в Android. На самом деле все всегда отображается корректно. Также можно посмотреть спам рейтинг. По системе рейтинга спам ассасин. Западная система, если рейтинг больше трех, то стоит обратить внимание. Если меньше, то, в принципе, все будет хорошо. Приходим на следующий этап. Здесь у нас будет сплит-тест. Как у нас там по времени. Вот, Татьяна, я думал час, решил рассказать максимально подробно, чтобы потом использовать для обучения клиентов. Где-то еще 35 минут понадобится. Итак, сплит-тест. У нас есть четыре типа сплит-теста. Тема письма, адрес и имя отправителя, контент письма и время доставки. За один тест мы можем выбрать только один вариант. До пяти тем, адресов, контентов или времен. Для эксперимента возьмем. Просто без персонализации. По контенту письма мы выбираем другое письмо или создаем новое. Мы можем с него даже. Мы возьмем тему. Переходим на следующий этап. Для сплит-теста наша система требует 250 подписчиков. Максимум. Пробные версии мы можем отправить в половине бада. За 16 лет работы на рынке имейл-маркетинга GetResponse понял, что именно так можно достичь максимальной эффективности. Мы можем выбрать отправку тестовых писем меньшему количеству. Тогда большинство получит наиболее эффективное сообщение. Так, мы можем автоматически отправлять по окончании теста, выбрать критерии открытия или клики и выбрать длительность теста. Мы можем выбрать и час, и два. Но моя рекомендация придерживаться как минимум одного дня. Можем отправлять уведомления на один из наших адресов. Сплит-тест мы отролить не будем. Вернемся. Мы всегда можем вернуться на любой этап через верхнее меню. Отключаем сплит-тест. Переходим на следующий шаг. Выбираем подписчиков. На этапе выбора подписчиков мы можем выбрать все компании. Отдельные компании. Можем выбрать сегменты. Например, наш тренинг 071014 Владивосток Mail.ru. 61 человек, все верно. Также мы можем исключить получателей отдельных компаний, сегментов или наших загруженных списков исключений. Я выберу всех. Нет, я выберу там, где я не отписан. Можем выбрать контактную вручную. Так, здесь у нас почта на Yahoo. Почта на Yahoo нам не подходит. Соберемся. Да, проблема. Я хочу выбрать контакт. Извините, пожалуйста, тот адрес у меня в черном списке. Выбираю подписчиков вручную. На этом этапе мы видим сводку по сообщению. Тема письма, адрес отправителя, имя отправителя, отслеживание, ссылка Google Analytics. Шаблон письма. Спам рейтинг, предпросмотр и получатели. Мы можем запланировать отправку на определенное время. И здесь же выбрать часовой пояс. И можем учесть часовые пояса. Из нашей системы, как я сказал, мы умеем определять местоположение. Я хочу отправить сейчас, для этого мы можем отправить письмо отправлено. Сейчас тогда мне придется включить почту. К следующему разу подготовлюсь. Так, теперь посмотрим наши рассылки. Все наши рассылки находятся в рассылке, в моей рассылке. Можем выбрать отдельные компании или все компании. Здесь мы видим по статусам все отправляемые, доставленные, запланированные. Как раз приглашение на вебинар. Можем сортировать по дате, названию или состоянию. Здесь же можем отсмотреть все черновики, которые у нас сохранились. И использовать их. Действие, правка. Вот наше письмо это ушло. Из этого меню мы можем повторить рассылку, посмотреть статистику, предпросмотр или перенести в архив. Архив доступен здесь. Думаю, все понятно. Теперь к автоответчикам. В системе GetResponse есть как минимум 7 автоответчиков. 8 даже. Простите. В заданное время это письмо, отправляемое на определенный день после подписки. Выбираем день, рассылку. В какой момент. И выбираем дни отправки. Дни отправки это дни недели по факту. То есть, если мы снимем, мы работаем в B2B-сегменте, и мы знаем, что наши клиенты, скорее всего, не проверяют почту по выходным. Убираем субботу и воскресенье. Если письмо должно было быть отправлено в субботу или воскресенье, в отличие от конкурентов, мы не отменяем отправку этого письма, а откладываем ее на день, когда письмо разрешено к отправке. Выбираем письмо, называем автоответчик, ссыхаем, тогда оно будет неактивно, мы сохраняем и отправляем. Управление автоответчиками происходит в панели рассылки управления автоответчиками. Видим календарь. Здесь как раз обучающий курс, которые многие из вас начали получать. Если мы видим, что в определенный день письмо открывается плохо, мы всегда можем его перенести методом drag-and-drop на другой день. Мы можем из этого меню скопировать письмо, изменить, посмотреть по нему статистику, предпросмотреть данное письмо или удалить этот автоответчик. Также мы можем посмотреть, какое количество контактов сегодня на этом этапе. Автоответчик по клику очень просто. У нас есть рассылка А, в ней есть ссылка А и ссылка Б. При переходе по ссылке А в рассылке А отправляем подписчику рассылку Б. При переходе по ссылке Б в рассылке А отправляем подписчику рассылку С. По прочтении. Подписчик открыл письмо А, отправляем письмо Б. Тут мы видим пункт регулярно. Если мы не ставим галочку регулярно, то письмо отправится только один раз. Если мы ставим галочку регулярно, то мы будем отправлять письмо каждый раз, когда подписчик открывает наше письмо А. При подписке идентично в заданное время нулевой день достигнутая цель. Вот мы и пришли к целям. Как же нам настроить цели? Как я сказал, цели – это переход на конкретный адрес URL. Для этого мы переходим в отчет аналитика рассылок. По отчетам посмотрим чуть позже. Параметры цели. Я проверял на своем проекте. Но мы создадим новый. Все работает. Имя профиля уникальный, например, для сайта. Указываем адрес. И вот код отслеживания. Так же, как в свое время вы размещали коды аналитики Яндекс.Метрик и Google Analytics или Adobe Onniture, вставляем код на все страницы нашего сайта перед тегом body. Проверяем код и можем создавать цели. Цель в данном случае – это переход на адрес, имя цели, включаем цель. Точное соответствие или соответствие заголовка. Разница, точное соответствие – это у нас адрес getresponse.ru 1html на соответствие. Если соответствие заголовка getresponse.ru, индекс, слэш, все страницы, содержащие, например, индекс 1html, 2html, будут засчитываться как цель. У нас есть руководство, которое скоро разместим. Если вы хотите получить руководство по настройке цели, отправьте, пожалуйста, запрос в чат. Я вытащу эту из логов и отправлю вам персональное письмо. В течение двух суток только. Вряд ли сегодня работают очень много. Управляем автоответчиками. Так, мы еще не закончили. Изменение данных. Самый интересный, пожалуй, автоответчик. Изменение данных в настраиваемых полях. Например, у нас есть список потенциальных клиентов. И мы обновляем базу и видим, что там много клиентов, которые стали текущими. Если подписчик из компании А меняет статус на… Здесь статус даты, к сожалению, но у меня… Ладно, тест филд. На оплата. Отправить письмо сразу же. Алексей, добро пожаловать в вип-клуб привилегированных клиентов в проект.ру. Теперь вам доступен наш премиум контент. Например. Вместе с другим письмом. Не знаю, кто использует данный автоответчик. И день рождения. Привязка к дате. Отправляем письмо в определенную дату. Все очень просто. Теперь. По дополнительным опциям, не настолько популярным. При загрузке сообщений мы можем выгрузить автоответки из компании А в компанию Б или некоторые письма. Также мы можем скопировать письма из одной учетной записи GetResponse в другую. Просто вводим данную учетную запись. Также мы можем автоматически отправлять обновление блога нашим подписчикам. Настройки здесь. Если это вам действительно интересно, отправьте запрос в чат. Разберемся. Я этим сам, честно говоря, не занимался. Пока. Управляем здесь. Теперь. Переходим к аналитике рассылок. Самое интересное. Переходим к аналитике. Выбираем компании. Давайте сначала проверим письмо, которое мы отправили. Вот наше письмо. Алекс, видите, вставилась персонализация. Алекс Дробышев вставился имейл из персонализации. Проверим ссылки. Веб-версия письма. Вот как выглядит наша веб-версия письма для подписчиков. Есть идея наше, модное изображение сохранилось. Здесь же можно подписаться, если мы рассказали об этой рассылке в социальных сетях или нашим друзьям на сайте. Далее. Здесь мы поставили ссылку на getresponse.ru. И я расскажу вам о том, как отслеживаются ссылки. Видите? Ссылка AppGetResponse, ClickHTML и уникальный идентификатор. Нажимаем. Происходит переход на сайт GetResponse. Ну, мой указанный. Плюс автоматически присвоили все заданные метки из раздела интеграция с Google Analytics. Все очень удобно. Проверим отписку. Она была у меня здесь. Отказаться или от рассылки изменить контактную информацию – это на самом деле одна и та же ссылка. Вот как выглядит страница отписки. Проверим от подписки. Можем изменить данные, если мы отображаем настраиваемые поля, например, возраст или уровень дохода. Клиент, подписчик сможет изменить свои данные. И можно отписаться от всех компаний, на которые подписчик подписан. Теперь, собственно, к аналитике. Выберем интересную рассылку. Пускай не очень большой OpenRate, но все равно здесь все будет показательно. Мы можем посмотреть, сколько всего отправлено. Открытие, клики, достижение целей, репосты в соцсетях через встроенные кнопки. Отказы, то есть отписки, ошибки доставки, то есть баунсы. И жалобы на спам. Возможно, на первых парах вас удивит то, что здесь может быть 200-250% OpenRate. Это сводка, то есть и того открытия. Если мы видим 250%, в среднем каждый подписчик открыл письмо 2,5 раза. Чтобы посмотреть тюненьки, нажимаем уникальных. Уникальный OpenRate 15.05. Здесь мы видим в процентном соотношении. Здесь мы видим в количественном. Что мы можем сделать? Мы можем отправить письмо, например, не открывшим. Алексей, увидели, что вы не открыли письмо. Вот вам еще более вкусное предложение. Также мы можем экспортировать. Отсюда подписчиков. Возможно, это понадобится коллегам для занесения в Excel по статусу. По открытиям мы видим по дате и по времени. По кликам мы видим переходы по конкретным ссылкам. Нас давно просят о HitMap, о карте кликов. Кликов, она на подходе. Прототип уже тестируется. Цель, если бы цели мы увидели, отказы. Видим причины отказов. Ошибки доставки. Есть временные ошибки доставки. Ящик переполнен. Сфера уже недоступен и постоянные. Чаще всего это неизвестный пользователь. Ящик удален. Существует много видов. Как поступает GitResponse? Временные ошибки доставки. Вполне вероятно, что этот подписчик еще будет открывать наши письма и совершать действия. Поэтому, в зависимости от того, на какой алгоритм данный адрес попадает в системе GitResponse, ему производится от 3 до 5 запросов в течение 2 до 4 недель. Если ответа нет, переносится в HardBounce. Если ответ есть, подписчик становится активным. Постоянные ошибки никогда не прочитают наши письма. только испортят нам репутацию. Практически удаляются из системы. Мы можем посмотреть информацию по почтовым клиентам. Здесь опять же не показатель, потому что только я открыл письмо. Проверим письмо вебинар. ПК 92%, мобильники 8, Gmail, Mail.ru, Apple Mail, Outlook. По мобильным устройствам, iPhone, впереди планета всей. Кроме того, можем посмотреть статистику по подписке и по источникам. Видим, что большинство у нас веб-форма и немного импорта. Можем выбрать различные даты. То же самое по автоответчикам. По аналитике, думаю, все понятно. Переходим к веб-формам. Это очень важно. Веб-формы используются для сбора базы на сайте. Расскажу обо всех возможных вариантах. У нас есть 181 встроенный шаблон веб-форм. Этого более чем достаточно. Мы всегда можем сделать свой шаблон в конструкторе. Можем даже добавить счетчик и капчу, чтобы роботы не подписывались. Можем добавить ограниченное количество настраиваемых полей. Учтите, чем больше настраиваемых полей у нас в веб-форме, тем ниже конверсия в заполнении. Можем изменить текст. Также можем изменить текст. По центру более красиво. То же самое здесь можем изменить название поля. Сделать поле обязательным для заполнения. По дизайну, думаю, все будет понятно. Если что, опять же, руководство есть у нас. Параметры. Это важно. Мы можем принудительно включить подписку с подтверждением, если она выключена. Можем активировать подписку через Facebook. Что это значит? Если в момент подписки потенциальный подписчик залогинен на Facebook, наша система автоматически подгрузит его имя и адрес из Facebook. То есть 100% у нас будет валидный имейл-адрес и корректное имя. Страница благодарности за подписку. Лучше всего, конечно, использовать свою страницу. Можно остаться на текущей странице. Кроме того, есть дополнительные параметры. Ошибка. Адрес и ошибка настраиваемого фольера, если что-то некорректно заполнено. Кнопка благодарности. По нажатии на кнопку, что всплывет. И мы можем синхронизироваться с нашей CRM-системой. Автоматически пересылать данные о подписчиках различными методами. Узнать подробнее можно, написав запрос на welcome.git.response.ru Выбираем компанию, отправляем в серию автоответчиков. Если у нас на сайте несколько веб-форм, нам интересно, через какую подписывается больше всего, или если мы тестируем формы. Для этого мы можем задать параметр REF, и по этому параметру мы сможем отслеживать подписчиков в панели сегментации. Также можем записывать определенные данные всем данным подписчикам. Не, в REF. Переходим на следующий шаг. Мы можем добавить форму сами. Можем отправить дизайнеру. Так, странно. Еще у нас есть HTML вообще форма. Нет, если мы используем CAPTCHA, то это уже не HTML, а Java. Вот. JavaScript или HTML. С HTML мы можем также отправить дизайнера, чтобы он сделал форму еще более красивой, подходящей под ваш сайт, если с конструктором окажется трудно. Можем сразу отправить дизайнеру на электронную почту и приложить письмо. Кроме того, мы можем разместить веб-форму на сервере GetResponse. Опять же, это удобно использовать в футере или на лендингах, чтобы не копировать веб-форму. Как это выглядит? Следующим образом. Все очень просто. Вот веб-форма на отдельной страничке. Также мы можем опубликовать веб-форму на фан-странице Facebook. Если вы работаете в Facebook, email-маркетинг является для вас отличным способом монетизации фанов, ваших поклонников, потому что в социальных сетях не покупают, в социальных сетях смотрят, а в мейли покупают. Раньше были виджеты, а сейчас здесь, видите, есть кнопочка Sign Up. По нажатии на нее, так как мы GetResponse, здесь такая большая красивая веб-форма. Даже маленькая будет достаточно, это выделит вас среди конкурентов. Все, с этим разобрались. Видим, ой, цик. Веб-форм здесь. Опросы. Кроме того, коллеги, если вы работаете в офлайне, у нас есть замечательное приложение для iPad, называется Forms on the go. Так, я напишу в чат. Я думаю, если вы его забьете, там вы можете собрать контакты с iPad. Это потрясающе. Просто меня это очень сильно впечатлило. Если iPad нет, то вы можете взять веб-версию, вот ту самую веб-форму, где одна форма на странице, и загрузить ее на iPhone и собирать контакты в точке продаж. Теперь по опросам. Обычно опросы делаются для достижения двух целей. Узнать больше о клиентах и узнать больше о нашем бизнесе. При помощи GetResponse мы можем не только добиться этих целей, но и сегментировать наших респондентов, наших подписчиков в зависимости от их ответов. Имя опроса техническое. Название опроса видят наши подписчики. Описание. Идентификатор REF, так как из опроса можно подписаться. Опрос же не обязательно отправлять только нашим подписчикам. Можно и всем клиентам. Текст благодарности, уровень страницы благодарности, адрес URL логотипа. Здесь я ничего не буду писать. По вопросам. Есть разные типы вопросов. Тест с одним ответом, тест с несколькими ответами, ответ текстом, ответ абзацем. Наибольший интерес вызывает многовариантный выбор один ответ. Редактируем, пишем вопрос, пишем примечания, пишем варианты. Делаем поле обязательным. И видите, выбрать настраиваемое поле. Выбираем настраиваемое поле. Сохраняем. То есть ответы подписчика будут записываться в поле фамилия. Помните, я успел рассказать про автоответчик по изменению данных. Самый простой кейс, который я всем рекомендую и который отлично работает. У вас e-commerce. И вы отправляете опрос по факту завершения доставки. И первый же вопрос. Оцените наш магазин в целом. Отвратительно, нормально, потрясающе. В случае, если есть ответ потрясающе, настраиваем автоответчик, что если здесь значение потрясающе или потрясающе. Отправляем письмо. Алексей, увидели то, что ты получил наш заказ. Спасибо большое за высокую оценку нашего магазина. Помоги нам стать еще лучше. Оставь нам отзыв на Яндекс.Маркете. Даем ссылку. Это работает куда лучше, чем предложение о 50 рублях на телефон. Мне не нужны 50 рублей на телефон. А это работает. То же самое, если ответ отвратительно. Мы отправляем письмо. Алексей, видим, что тебе был доставлен заказ. И видим, что ты невысоко оценил работу нашего магазина. Пожалуйста, сообщи менеджеру магазина, в чем причина. Даем контактные данные менеджера, имя, фамилия и ставим фотографию. Если клиент сообщит, мы станем лучше и клиент станет таким лояльным, каким не станет лояльный клиент с оценкой потрясающей. Думаю, вам это в бизнесе пригодится. Может быть, неограниченное количество страниц. На самом деле, ограничено 50 страниц. Опрос выглядит следующим образом. Откроем тестовый. Закроем почки. Вот как выглядит тест. Здесь будет URL изображения. То, что он выглядит не так привлекательно, как наши рассылки и целевые страницы, я думаю, это не беда, потому что здесь ничего не отвлекает от опроса. Теперь. Также важный момент, если мы хотим, чтобы вопросы записывались. Богдан, можно вас попросить вытащить ту ссылку, которую я отправлял, где линк и сервериаде? Там, где вот так. Спасибо. Если не получится, я найду. Статистика вопросов доступа. Расширенная статистика. Видим все по ответам, по респондентам. Здесь мы видим, видите, что я со своей почты ответил. Сколько это заняло времени, состояние завершено, откуда дата? По вопросам. Информацию всегда можно распечатать или выгрузить для руководства. Экспортировать в XML, экспортировать в CSV. Теперь, извините, забыл рассказать про статистику импорта. Статистика импорта мы видим, выберем компанию вебинар, видим количество выгруженных, недопустимых. Здесь мы видим, при наведении причины, сколько было добавлено, сколько обновлено. Все очень просто. С опросами в веб-форуме разобрались, теперь остались целевые страницы. Буквально полтора месяца назад был выгружен новый редактор целевых страниц, который смел он конкурировать с отдельными решениями для создания целевых страниц. Монстр живет HTML. Выбрал шаблон. Основные особенности. 10 вариантов для сплит-теста. Мобильная версия. SEO-настройки. Здесь метод title, метод description. Fivicon, то есть изображение, отображаемое слева в адресной строке. Тоже меня это поразило, когда мне нужно было делать Fivicon, я искал в интернете онлайн конвертер из JPEG, например, в ICO-файл. Здесь мы просто загружаем любое изображение. И оно автоматически отобразится при просмотре. Также, если рассчитываем на то, что наши странички будут делиться в социальных сетях, можем выбрать там в Nail миниатюру, которая будет изображена в левой стороне блока поста. Итак, сплит-тест, да, видим, что здесь у меня. Отдохни силовиками. Тут скажи, нет санкций. Кроме того, мы можем добавить веб-форму в любой момент. По самой веб-форме мы можем увеличить ее размер и сделать ее так, как мы хотим. Всегда можем изменить текст. По изображениям точно такая же история, как в редакторе рассылок. Есть свой встроенный фотошоп. По видео. Можем добавить видео. Пока видео только с YouTube. Но я уверен, это не проблема добавить видео на YouTube. По настройкам мы можем автоматически спрятать панель YouTube, чтобы казалось, что это наше видео. Можем включить автопроигрыш видео сразу, как только страница грузится, и повторять его, например. Всегда есть HTML-редактор. Мы можем скопировать код и использовать его в стороннем месте, либо внести определенные изменения. К сожалению, на данном этапе мы не поддерживаем собственные скрипты. То есть отслеживание будет только в нашем конструкторе. Как раз в нашем конструкторе я сделаю страницу с записью нашего тренинга. На следующем шаге мы можем еще раз вбить мета-тайтл, мета-дескрипшн, запретить индексацию страниц поисковыми системами. Можем разместить страницу под доменей getResponse одном из, или предоставить свой домен. Для этого нужно будет изменить DNS или CNAME. Также можем автоматически опубликовать страницу в сообществе Facebook. выбираем кампанию, включаем правильную подписку с подтверждением, отправляем в цикл автоответчика. Используем страницу благодарности. Можно свою. По статистике. Это последний тап. Видим эффективную работу в getResponse. Пошлить тренинг, не очень удачный был. здесь сплит-тест. Видим посетителей. Эффективность определяется по конверсии в заполнении заявок. Все очень просто. Также мы можем ее предпосмотреть. Эту страницу я сделал за 4 минуты, коллеги. Для маленьких страниц отлично подходит. Для продающих страниц просто понадобится чуть больше времени. В целом у меня все. Анастасия, да, к сожалению, не предусмотрено. Это есть у нас в роудмэпе, когда будет реализовано непонятно. Спасибо большое за выделенное время. Запись останавливаю.